Умеете ли вы правильно сортировать мусор? Или читать маркировку? Или разбираться в разных видах пластика? А вы вообще знаете, что такое рециклинг? А вот дошкольники из Железногорска знают и даже смогут научить этому мастерству своих родителей. В подготовительных группах детского сада номер 70 проходит занятие, где детей учат грамотно разделять мусор на отходы, которые можно переработать. Учат правильно читать маркировку и разбираться в различных видах пластика. Мусор и отходы. Это одно и то же или нет? Нет. Вспомните, назовите 4 основные группы отходов. Пластик. На 4 отвал 2. Пластик и металл. Кто еще назовет 2? Мама. Секло. Секло. Давайте один щетончик сюда, один сюда. Когда вот, например, у меня есть зубная щетка, я ее испачкала, но она мне больше не нужна. Что мне нужно делать? Господи, убрать или почистить? Выбрать. Первая часть проекта «Будущее за рециклингом», который стартовал год назад и был направлен на работу со школьниками, уже завершилась. Но его организаторы, детский эколого-биологический центр и общественная организация «Экосоюз» на этом не останавливаются и продолжают вести просветительскую работу. Вот сегодня уже детский сад номер 70, дюймовочка, мне четко отвечали на вопросы, что такое рециклинг, какие виды отходов существуют. Пытались сами сортировать отходы не только по видам бумага, стекло, металл, пластик, но еще и сортировали пластик. Скажу вам, что дело это непростое, потому что даже многие взрослые не задумываются о том, что у нас очень много в нашей жизни пластика, который не перерабатывается. И сдавать в переработку нужно только перерабатываемый пластик. Ребята в игровой форме узнали, что все пластики делятся на 7 видов и что можно переработать пластик, который маркируется цифрами 1, 2 и 5. А, например, пластик с цифрой 3 очень вреден, и он не должен находиться рядом с продуктами питания. Кроме этого, командам-участницам было предложено самим создать проект завода по сортировке мусора и затем его презентовать. Мусор потом вот сюда прилетает, и вот здесь его давит, делают разные другие предметы. В этой трубе можно делать все разное. Игрушки, лампы, кровати. То есть вы уже перерабатываете, не только сортируете, но и перерабатываете. Мы сортировали мусор. Мы делали всякие машины, переработки, чтобы защитить нашу планету. Нельзя бросать мусор, предметы всякие, которые батарейки. Ежегодно жители России производят около 50 миллионов тонн мусора. Более 90% из этого числа до сих пор захоранивают на полигонах или, попросту говоря, на мусорных свалках. И чтобы мы не погрязли в мусоре, нужно менять эту ситуацию уже сейчас, в том числе и через работу с детьми. На протяжении 15 лет у нас очень тесное сотрудничество с эколого-биологическим центром. И вот на сегодняшний момент, когда мы узнали, что есть такой проект «Будущее за рециклингом», мы попросили преподавателей познакомить наших дошкольников с этой программой. То есть в течение месяца они приходили, рассказывали детям, в игровой форме проводили занятия. И результат мы сегодня увидели. В России проблемой обращения с бытовыми отходами начали вплотную заниматься только несколько лет назад. Наша страна делает первые шаги на пути к цивилизованному сбору, сортировке и переработке мусора. Путь в этом направлении предстоит долгий. Но, как известно, дорогу осилит идущий. Благодаря таким мероприятиям эти ребятишки уже с малых лет становятся экологистами. Да-да, я не оговорился. Именно экологистами, а не экологами. Потому что эколог – это профессия. А экологистом может стать каждый, кто бережно относится к своей окружающей среде. Михаил Машуков. Специально для канала проекта «Школа Росатома» Атом.ТВ. КОНЕЦ